Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в Хастл Кастл. Ну что же ребят, давайте приступим, давненько меня не было, делал я передышку, да и вам отдохнуть. Вы сами пишите, надоели эти бои с орками, постоянно все одно и то же, поэтому так долго я и не снимал. Так, ну что, давайте посмотрим, у меня боец получает 18 уровень, так и отлично. Ребята, вот что за это время я сделал своему воину, сейчас я вам покажу. Сделал вот такой себе меч, эпический, 2500 атаки, у ворот 777, при атаке есть шанс 17% восстановить себе 9% здоровья и также при атаке есть шанс 27% снизить броню противника на 50%, действует 10 секунд на 57 уровень. Считаю, довольно неплохое оружие, и вот у меня бронька здесь есть, редкая, синяя, броня почти 3000 и магическая броня почти плюс 500. При получении урона есть шанс 23% восстановить себе и еще 9% здоровья в течение 4 секунд на 59 уровень. В принципе, наверное, на этом и все. Очень много, ребята, я удалил, разобрал шмоток, если честно. Ну и еще, честно говоря, их осталось очень много у меня, так что давайте сегодня, наверное, мы с вами приступим, поиграем маленько. Так, развил я себе казначейку, до 30 уровня у меня могут теперь качаться персонажи, как видите, одна из девиц, которую зовут Глафира, получает у меня уже 27-й, ей еще 3 уровня и она будет у меня 30-го. А этой девочке еще далеко, она только лишь 22 уровня. Что еще, ребята, здесь у меня произошло? Строю я, как видите, себе ремесленный цех, повышая, ну это, как вы знаете, для дровосеков пригодится нам в будущем. Так, что еще хорошего за это время произошло? Ну, как видите, я делаю себе амулет или кольцо, в общем, не знаю, что там получится. Просто еще я стал развивать себе кухню, как видите, 2 дня осталось, а в общей сложности оно делается 5 дней у нас. Повара мои тут стоят, не работает, ну-ка быстро за работу, ребята. Так, и хотелось бы мне потом в дальнейшем еще проапать алхимию до 30-го, а, нет, до 20-го будет, она сейчас в данный момент до 20-го у меня развита. Как бы пока и все, еще делаю здесь оружие. По-моему, если я не ошибаюсь, поставил здесь на посох, на синий. Ну что ж, давайте начнем с подарков. Ребята, спасибо вам большое, огромное просто. Я забираю и буду сейчас вам отправлять. Так, ну что ж, давайте рулетку запустим, оп, и, как говорится, пальцем в небо. Ну, давай, не тупи. Так, Робинсон, получится тебе отправить? Нет, к сожалению, как всегда, с первого раза не получается. Ну, а сейчас? Сейчас, естественно, получится. Не понимаю, почему это за косяк с первого раза не может сразу отправить. И здесь у нас Сергей Сергеев. Тоже отправляем ему, поехали далее. Так, Максим Тимофеев, давай. Максимка, держи подарок. Так, здесь у нас кто такой? Андрей Бахмаров. Держи, Андрюха. Так, кто следующий у нас будет? Это будет Юрий Порецков. Держи, Юрок. Дальше крутим. Александр Ярошенко. Держи, Саня. Так, следующим у нас будет Богдан Вунш. Держи, Богдан. Имя, какое красивое, Богдан. Так, и... Вова-Вова. Держи, Вовка. Вова-Вова. Так, и следующим у нас идет Костя Семенов, я так понимаю, да? Да, по-моему, правильно прочитал. Ну, если неправильно, то извини. И давайте, наверное, вот Артемку выберем. Артем Гемадеев. Просто у меня так сына звать Артем. И поэтому мне захотелось почему-то именно Артему. Ну, что же, ребята, все, спасибо вам большое. Я получил подарочки от вас. Сейчас мы, естественно, их вскроем. Все это мы посмотрим. Давайте глянем на карту. У нас есть орки. Вас, наверное, от них уже тошнит. Я даже не знаю, ребят. Ну, надо пройти их, конечно, мне. Обязательно я хочу здесь сундуки получить. И синий сундук. Ну, вас это почему-то бесит. Я не знаю. Ну, потому что в данный момент, ну, действительно, здесь мне больше пока нечем заняться. Пока все у меня здесь развивается. В промежутках, конечно же, я ПВПшился. Зарабатывал себе деньги, ресурсы. Потому что вот это все довольно прилично стоит. Как минимум 3 миллиона. Потом вот это, по-моему, тоже 3 миллиона стоит. И если я не ошибаюсь, у меня больше таких. А вот еще лабораторию осталось только мне за 3 ляма поднять. И дальше, как видите, уже пошли очень большие расценки. 3 600, 3 600. Плюс еще тут везде надо будет железо, дерево. В общем, это придется еще попотеть. Причем очень-очень сильно. Игроки, я скажу вам, здесь очень сильно развитые уже на данный момент. Получал люлей неоднократно. Грабили мой замок. Ну, и, соответственно, я тоже не уступал. Ну, как обычно, нападал, грабил. Ну, ребята, это процесс игры. Так что, извините, если кто-то из моих подписчиков или друзей попал под мою раздачу. Естественно, это все делается не со зла. И я считаю, что на это обижаться, ну, просто это несерьезно. Так, ну, ладно, мы на этом пока закончим. Давайте с вами открывать сундуки и будем смотреть, что у нас выпадет. Так, ну, здесь, как обычно, по стандарту все у нас выпадает. Ресурс. И здесь, ну, давай, давай, давай. Ну, вот в этих ресурсах очень хорошо, что выпадают яблоки. Они меня радуют. Они нам нужны. Так, вот, смотрите. Кто-то мне прислал броню на 69 уровень. В принципе, довольно неплохо. Жаль только, что она у нас обычная белая. Даже не синяя. Тут обычные ресурсы у нас. Так, давайте дальше смотреть. Смотрите-ка, даже посох кто-то прислал. Смотрите-ка, на воскрешение союзника. На 68 уровень. Это уже, это уже что-то. Так, ну, здесь одни ресурсы тоже у нас выпали. Так, что там дальше у нас? Ага, тоже ресурсики. Ну, и последний сундучок, ребята, из ваших подарков. Тоже опять ресурсы. Ну, и открываем мы красный призовой. И из него, из него тоже выпадают одни ресурсы, ребята. Ладно, не будем мы печалиться. Нам это все пригодится. Все это нужно будет, поверьте мне. Деньги, ресурсы. Сейчас даже больше, скорее всего, нам нужны ресурсы, чем какие-либо шмотки, по правде говоря. Потому что шмотки я уже начинаю потихоньку разбирать. Так, что еще? Кстати, да, я себе сделал, если не ошибаюсь, сферы, которые у меня здесь на земле. Я их увеличил. Ну, если я не ошибаюсь, конечно. Да, ядовитые руны. Все это у меня сделано. Так, ну, можно будет потом в дальнейшем вот этих ребят прокачать. Но единственное, что у меня не получится, это по дереву. У меня, по-моему, здесь полтора миллиона максимум. Поэтому древесную эту штуку придется развивать. Склад. Так. Каспер навестил. Кстати, давненько я не видел Каспера. Куда-то он пропал. Может быть, уехал в отпуск. Ладно. Ну, что же. Я не знаю. Давайте приступим опять же к оркам. Ну, как ни крути, ребят. Но придется их бомбить. Мощь у меня 176. Я считаю, что это не очень много. Поверьте мне. Я видел я намного крупнее, ребят. Но, по крайней мере, воин у меня более-менее стоит. Уже не такой ватный. Тем более, очень хорошо бомбит он этим мечом. Я, в принципе, очень этим доволен. Так. Что бы вам еще такого рассказать, как вы пишите по тематике игры. Короче, вот. Ребят. Ну, если кто-то уже знает или не знает, как скрещивать людей. Еще раз объясняю. Есть такая комната. Она называется Жилая. Жилая. Вот так она выглядит. Сюда вы берете. Ну, это я сейчас вам рассказываю, как получить пятизвездочных героев. Например, выбираем любого персонажа. Да, смотрите. У него пять звезд. Ну, у меня сейчас очень мало. Вот, четыре звезды. Да. Ставим сюда, например, с одной звездой. Если у вас еще один есть персонаж с одной звездой. И еще сюда. Они здесь занимаются своими делами. И девушка беременеет. Вот такой вот значок появляется над ней. Типа она беременная. Если у вас позволяет замок принимать новых жителей. Вы на нее кликайте. Получается маленький ребеночек. Женского или мужского пола. Вы по нему пока еще не определите, сколько у него звезд. Пока он не подрастет. Он подрастает, он довольно быстро. После этого вы нажимаете. Уже, когда будет значок над ребенком, что он готов повзрослеть. Там будет показано, сколько звезд. В чем суть этих звезд. Сейчас я вам объясню. В общем, когда с одной звездой, это очень слабенький. Две тоже. Ну, в общем, максимум нужно пять звезд. Почему? Потому что у данного жителя потенциал равен пяти звезд. Предел тренировки этого класса равен 100 единицам. То есть, он может до сотого уровня прокачаться. До сотого уровня. Чем выше потенциал, тем выше граница тренировки класса. То есть, вы можете носить шмотки уже сотого уровня. Ну, соответственно, когда он прокачается у вас. Вот. А такие персонажи, как вот у меня здесь, вроде бы где-то есть. Если я не ошибаюсь. Вот, например, смотрите. Три звезды. У нее максимальный предел в раскачке 60. Ребят, я не смогу надеть ей вещи. Там, например, 61 уровня, 69, 80. Я уже молчу про дальнейшие. Поэтому, в принципе... Кстати, красава. Вот эта вот девочка, да? Это мой самый первый боец в этой игре. Она самой изначально с самого первого уровня. Поэтому только из-за этого я ее не выгоняю. Просто как бы она... Как сказать? Талисман моего замка. Хотя, по идее, конечно, таких нужно гнать сразу в шею. Потому что нету у меня здесь трехзвездочных персонажей. Максимум 4, 5. Все. Вот таких только я себе оставляю. Потому что у них есть потенциал к развитию. У нее больше, к сожалению, нету. Хотя, я не знаю. Может быть, разработчики в дальнейшем что-нибудь придумают насчет вот этого действия. Что как-нибудь можно искусственно повышать персонажем звезды. Ну, типа, знаете, обредить его. Потому что мы еще не знаем, что это у нас вот такое. Вот здесь. Что будет у нас находиться в артефактах. И что они будут из себя представлять. Что там разработчики задумали. Ну, скоро мы это все узнаем. Так, ладно, ребят. Продолжаем с вами бомбить орков. Вроде бы я как рассказал вам про жителей. Что еще можно вам рассказать. Ну, все, конечно же, знают, что свой замок нужно защищать. Это однозначно. Для этого у нас есть, ребята, специальные постройки. Для защиты нашего замка. Помимо того, что у нас будет наша армия. Которую обязательно нужно, ребята, оставлять. В этой, как называется-то. Забыл сейчас скажу вам. Кстати, я очень много раз делаю эту ошибку. Например, сделал какой-то очередной бой. Перед выходом отправляю их лечиться в госпитале. Это вот этот вот. И ухожу. И прихожу. У меня уже замок разграблен. Потому что я забыл их вернуть обратно. После того, как они у нас отхилились. А оставлять их нужно всегда в казарме. И вот когда они находятся в казарме, они будут защищать наш замок. Следующее я вам показываю. Что такое, ребята, защитные устройства. У нас есть дорожка, по которой якобы враги идут на наш замок. У нас есть защитные, так скажем, механизмы. Это всевозможные катапульты, стрелок, ров и руны. Сейчас я вам объясню. Ребят, это как бы серия у меня будет показательно-объяснительная, так скажем. Что означает? Баллиста, например, да? Эта боевая баллиста поражает арьергард вражеского войска, делая победу защитников замка неизбежной. И тут их разные виды. Есть огненная. Это поражает врагов, нанося им... Ну, у меня она раскачана полностью. Поэтому вот столько урона она наносила. У вас, конечно же, поначалу будет совсем-совсем немножечко. Ледяная баллиста, которая оглушает и наносит им 570 урона. И есть ядовитая баллиста, которая отравляет и наносит 2000 урона за 5 секунд, ребята. То бишь, 2000 хп сносит за 5 секунд. Не сразу, а за 5 секунд. Вот. У меня стоит вот ледяная баллиста. Следующая у нас идет магическая руна. Магическая руна, смотрите. При атаке поражает противников вокруг себя и увеличивает получаемый ими урон на 15%. Эффект действует 3 секунды. Да, очень мало. Но, поверьте мне, иногда этого достаточно. В данный момент у меня стоят именно ядовитые руны. Но также здесь есть ледяные, которые поражают противников вокруг себя, снижая их шанс критического удара на 15%. Эффект действует 2 секунды всего. И также есть огненные руны, которые снижают их урон на 6%. Эффект действует 2 секунды. Очень мало, да, я не спорю. Но таково правило. Вот башня лучников, ребята. Тоже есть тут и ядовитые, и ледяные, и огненные. Это самый меткий лучник из Королевской Гвардии. Стоит на страже замков ворот, разя врагов без промаха. Проще говоря, я его называю Свистун. Не знаю почему, но почему-то мне так нравится. Ледяная, как видите, наносит, ледяной лучник наносит 240 урона и может оглушить при попадании. Ядовитый может нанести 300 урона и отравить его. Яд наносит дополнительные 460 урона за 5 секунд. То есть, если кто-то любит, например, чисто, так сказать, на пассивную атаку, он вполне может себе сделать ядовитый ров, ядовитого лучника, ядовитую баллисту. То бишь, и помимо того, что у тебя будет твоя армия наносить урон, соответственно, будут еще вот эти вот вспомогательные вещи наносить. И огненная, которая просто наносит 580 урона. Также есть у нас охранный ров. Это заполненная опасными жидкостями трещина на мосту поражает первые ряды. В основном первые ряды у нас кто? Это танки. Вот их-то как раз оно и будет поражать, нанося ужасные раны и замедляя наступление. Вот, ядовитый ров, получаемый ими урон на 10%. Понимаете, да? Эффект действует всего 3 секунды. На ледяной снижает шанс критического удара на 10%. Действует 5 секунд. То бишь, 5 секунд он шанс ударить, критануть по вам, на 10% у него меньше. И также есть огненный ров, который поражает противников вокруг себя, снижая их урон на 4%. Это просто урон. Не критический, а вообще просто урон. И действует 5 секунд. Также есть, ребята, кракен. У меня он первого уровня. Огромный сторожевой кракен поражает авангард вражеского отряда своим щупальцем. Сея смерть и панику в рядах врага. Это, ну, вы видели, наверное, многие, что он находится под мостом в воде. Там речка у нас течет. И когда нападают на тебя враги, он ударяет щупальца. И, соответственно, у каждого кракена есть свой удар. Например, вот у ледяного, да, поражает, нанося врагов, оглушая их и нанося 450 урона. Также есть ядовитый, который поражает врагов и отравляет их, нанося 1350 урона за 5 секунд. А также есть у нас огненный, который просто наносит 900 урона. Следующим будет у нас это древние тотемы. У меня еще они пока не развитые. Я не знаю, что они делают, но я видел уже их у многих. Это древние атаки повышают боевой дух защитников замка, увеличивая характеристики бойцов в отряде. Я его пока не знаю, сказать вам ничего не могу. Но, в принципе, тут все за себя и говорит, что ваши бойцы будут более активны в защите замка. Ну что же, вроде бы пока все. Также, если вам это интересно, для чего прокачиваются здания, ребята? Например, вот у меня, грубо скажем, Марфа, да, 16 уровень у нее прокачки кулинарии. Я не смогу ей надеть вещи, которые будут, например, 17 уровня, да, или там 18. Мне нужно ее прокачивать. Чтобы ее прокачать, соответственно, мне нужно увеличивать вот это вот здание, кулинарку, кухню. Когда кухню, вот у меня сейчас данное значение максимальное 20. С каждым уровнем оно, с каждым прокачанным уровнем, оно будет повышаться. И ваши повара будут здесь учиться, развиваться, повышать себе уровень. Соответственно, вы сможете носить более крутые вещи, которые будут давать в итоге большую прибавку, например, к еде. Ну, и это касается, кстати, всех зданий. Также касается и лаборатории. И это касается вот этого здания, ремесленного цеха, где здесь учатся у нас лесорубы. Или как их, пилорамщики. Ну, в общем, плотники. И вот единственное, что я не знаю, где у нас пока прокачиваются шахтеры. Нет, здание-то, наверное, есть. Но пока еще я его не построил себе, а надо бы. Ну, ладно. В общем, вкратце как-то это выглядит так. А теперь мы с вами идем. Ух ты, смотрите-ка, выпало что. Ха, 500. Вот, я бы с удовольствием надел, но, к сожалению, у меня не прокачаны, ребята, до такого уровня мои плотники. Ладно, переходим дальше к оркам. И у нас тут еще их достаточно много. Так что повеселиться нам еще здесь предстоит. Так. Жалко, конечно, что вот на орков нельзя навести и посмотреть, у кого, например, какие там статы. Есть ли на них какие-нибудь кольца или это... И какое у них вообще вооружение. На самом деле, ну, судя по тому, что они держат в руках. И в чем они одеты, там, похоже, обычные самые тряпки. Ну, в этих тряпках они все равно дают нам джазу. Ну, что в этом сундуке? Понятно, ничего хорошего нету. Тогда мы с вами сразу же автоматом переходим к следующему вторжению. Потому что у меня бойцы не так, чтобы покоцанные. Лечить я их не буду. Должны мы потянуть. Тем более, здесь, как видите, трое. Так, все, мои хилы справляются. Причем легко. Отхиливают моего воина. И последний маг сейчас просто рухнет намертво. Отлично. Получаем очередной сундук. Сейчас я его отправлю в госпиталь. Пускай маленечко подлечится у нас. Вот так вот. И вскрываем сундук. Смотрим, что из него. Ага, понятно. Одни ресурсы. Это хорошо. Ресурсы нам нужны. Денег у меня очень мало, ребята. Потому что я все протратил на апгрейд своих задач. Зданий. Ну, скоро у меня появится колечко или амулет. По-моему, я заказывал все-таки амулет, ребят. Если я не ошибаюсь. Запамятовал уже. Но бывает. Так. И... Кстати, да. Вот это вот здание тоже надо будет проапывать обязательно в порядке. Чтобы нам была доступна вот эта вот магия. Точнее, она у нас уже доступна. Ну, чтобы ее прокачать уже на высший уровень. На второй. И потом вот будет такая вот у нас магия. Ну, для этого, елки-палки, нам еще кроптеть и кроптеть. Ну что, воин мой вылечился. И мы с вами продолжаем идти на орков. Так, поехали. Тут осталось-то их всего ничего. Сейчас попробуем сделать два боя нон-стопом. Если у нас, конечно, все получится. Да, да, да. Я думаю, что вполне, вполне у нас это все выйдет. Так, мои маги меня отхилили. Да. И мы сразу же перейдем ко второму бою, чтобы слишком долго тут не затягивать. Так. А суть вся... В чем заключается, ребята? Бьем мы этих орков для чего? Во-первых, с каждого отряда выпадает нам сундук. Ну, а во-вторых, когда мы отобьем полностью вот это вот орочье вторжение, полностью, нам в конце мудрец дает синий сундук. Синего сундука обязательно выпадает какая-нибудь плюшка. Это может быть и кольцо, и амулет, и оружие. Да, жалко, конечно, что не раритетное, не синее, ну, обычное. Но, тем не менее, это стопроцентная гарантия, что что-то вам дадут. Так, в отличие вот от этих обычных сундучков, конечно же. Смотрите, что их поперло-то сегодня на деревяшек-то? На плотников. Дают мне шмотки на плотниках, а? Ладно, я, в принципе, не возражаю, но их как бы у меня, если честно говоря, по-моему... Вон сколько их. Раз, два, три, четыре, пять. Пять шмоток. И причем все не могу надеть, потому что они у меня до 14 уровня прапанные, а там от 15 уже дальше пляшет. Но скоро все дело поправится. Как скоро? Буквально через четыре с половиной дня. Через четыре дня и восемь часов. Да, долго ждать, конечно, не спорю. Но никуда не деться, ребята. Дальше еще жестче будут. По неделям будут строиться у нас всякие здания. Так, давайте здесь мы сделаем... Отобьем два вторжения. И в общей сложности осталось у нас всего четыре вторжения, получается. Сейчас мы этих забьем. Потом там вторая у нас группа на подходе. И два сверху в ледяной усышь, или как она там называется, я забыл. В общем, в самом верху они будут. Ты смотри-ка, а! Положили мага. Я что-то не помню. У меня что, рез только один? Да, получается так, ребята. Надо будет мне, надо этим покумекать. И как-то исправить ситуацию с одним резчиком. Это не дело, да? Потому что если она падает, то все. Шансы на выживание иногда очень-очень малы. Так, ну что ж, давайте вскроем сундук. Глянем, что у нас здесь выпадет из него. Ну, давай, сундук, порадуй меня чем-нибудь. Он меня порадовал деньгами только. И ресурсами. Ладно, полмиллиона у меня всего лишь. Да, а были такие суммы. Ой, все спустил. Все спустил, ребята. Ну, в принципе, я спустил-то для чего? Что, если будет на мой замок нападение, никому ничего не досталось. Ну, по крайней мере, деньги. Хотя, на самом деле, здесь камень и железо больше имеют цену, чем деньги на данный момент. Так, давайте мы забьем еще одну партию орков. По-быстренькому магию тратить здесь не стоит. Кстати, да, по поводу магии можно еще пару слов, как сказать, омолвиться. Сейчас я вам кое-что объясню. Вообще, это у меня серия получается как гайд для новичков. Ну, не гайд даже, а просто разъяснение. Потому что многие пишут, 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 как, что, че, почем. Я, наверное, так и назову эту серию обучающие. Хотя, не знаю, как я ее назову, но... В общем, смотрите, ребята, насчет магии. Есть разные виды. Нет, по-моему, не сюда я зашел. Надо зайти в совсем другую комнату. Вот здесь. Есть разные виды магии, ребят. Вот это, например, магический шар. Ну, я его назвал в свое время фаерболом, да? Это заклинание бросается в одного юнита, ну, в одного врага, который наносит повреждения определенные. У меня в данный момент 8 тысяч. Если я, наверное, прокачаю, то смогу до тысячи... А, до 10 тысяч урона. Ну, представляете, да? 5 дней улучшать. Хе-хе. А, кстати, да, почему бы и нет, ребята? Мне осталось всего немножко маны, и я смогу ее прокачать. Ну, я им не пользуюсь, поэтому... Второе вот такое заклинание. Это, ребята, повышает урон союзных войск, ну, у меня в данный момент на 45%. Ну, представляете, да, на 45%. Практически в полтора раза я увеличиваю атаку своих войск. Всего действует 20 секунд. Следующая магия у нас идет вот. Тотем скалы. Уменьшает получаемый союзными войсками урон на 20%. Ну, то бишь, вы его применяете, над вами появляется вот такой значок брони, и 20% защиты у вас в плюсе получается. Также есть лечебный луч, который исцеляет одного из союзных бойцов, восстанавливая ему 8 тысяч здоровья. Это уже, я, честно говоря, просто его нажимаешь, и он хилит уже сам, рандомно выбирает цель. Соответственно, у кого меньше всего здоровья, того он в первую очередь и будет лечить. Следующий у нас призыв союзника. Это яростный орк, можно его раскачать до лютого. Будет призван на поле боя, чтобы какое-то время биться на вашей стороне. Своего рода это обычный лучник, который будет стоять в ваших рядах и стрелять. Но у него очень быстро заканчивается время. Ну, если честно говоря, я раньше его использовал, и он довольно неплохо себя проявлял. Есть вот такая штука, называется ледяная ловушка. Ледяная ловушка поражает всех бойцов противника, лишая их возможности участвовать в бою на 2 секунды. Поверьте, 2 секунды порой очень даже сильно решает исходы боя. Поэтому, если вам не жалко ресурсов, не жалко денег, обязательно изучайте, и, я думаю, не пожалеете. И также у нас есть огненный шар. Я его называю метеорит, потому что там летит такой шар, который поражает врагов, нанося всем оказавшимся в зоне взрыва 3,5 тысячи урона. То есть он летит, врезается, и все, кто попадает в его радиус, получают определенный урон. Ну, а про этот я пока ничего не могу сказать, потому что он у меня не развит. В общем, как-то вкратце так. Ладно, ребята, продолжаем. Вскрываем сундук, смотрим, и получаем опять ресурсы. И осталось у нас, если мне память не изменяет, всего лишь 2 отряда орков. Сейчас мы это проверим. А даже один, ребята. Нам тогда будет проще с этим. У него 130 тысяч мощей. 134. Так, ну что же, давайте смотреть, что такое, ребята, мощи. Я вам сейчас объясню. У каждого врага есть определенный показатель мощей. Ну, я вам скажу сразу же, оговорочку сделаю, что не все враги, у которых мало мощей, слабенькие. Есть довольно хитрые такие. Так, смотрите, мудрец мне ничего не дал. Хитрый, вот, например, давайте глянем, где бы тут нам посмотреть в мире. Ну, вот, предположим, да, на этого, подожди, вот на этого человечка. Ну, грубо говоря. Так, вот и он, и замок. Вот мы кликаем. Смотрите. 72 156. Вы представляете, да? Это в одном маге столько. Плюс здесь 107 тысяч. О-о-о, ничего себе. Йо-о, нифига он в эпик-то облачился. Так. А тут вообще легендарка. Обалдеть, ребята. Смотрите, 85 уровня. 85 уровня уже персонажа у него. Тут 82 уровня. Да, смотрите, практически два персонажа. Три за 80. Причем у него уже 6 бойцов в отряде. Да, довольно неплохо, довольно нехило. И он себе еще развивает дальше. То бишь, он хочет, я так понял, пойти уже на соточку. Что ж, неплохо. Так вот, вот эти вот мощи, ребята, отряда, они суммируются. И получается, что перед боем, например, да, как вам можно это продемонстрировать. О, еще одно вторжение дали. Например, вот здесь вот враг, да, терминатор. Грубо говоря, да, смотрим на него. У него... Подожди. Что-то я не понял. А, мы делаем разведку. Разведаем. И вот показывается у него вот 104 тысячи мощей, да. У меня 176. Ребят, ну, с таким преимуществом, конечно же, я его разорву в хлам просто-напросто. Но, если, например, здесь будет 160, 165, то это еще не факт, что я его разорву. Даже если здесь будет 185, 189, тоже не факт, что я могу ему проиграть. Здесь все будет, как говорится, играть рандом. Кто у кого что, какие войска. У кого-то лучники, у кого-то маги, кто-то на резках, кто-то на танках делает свою кампанию. Но суть остается в том, что общая сумма мощей определяется именно таким образом. Давайте мы забомбим с вами орков. Смотрите, вот у них 128 тысяч мощей, да. И посмотрите, ну, это на орках пример, как приблизительно проходит у нас бой. То бишь, они не такие ватные, ребят, смотрите, да. Довольно хорошо держатся. Если бы их было, например, пять или шесть здесь, я думаю, что я бы здесь отгреб, если бы не применял, конечно же, магию. А так, естественно, они у нас получают люлей по полной программе. И мы получаем с вами сундук. Как-то так. Может быть, конечно, я что-то неправильно говорю, не все точно высказываю. Вот мы получили с вами, ребята, синий сундук, про который я вам говорил, ради которого все это было затеяно. Давайте начнем вскрывать, наверное, с обычных с вами. Так, смотрите-ка, выпала мне броня на мага, 66-й уровень. Причем довольно неплохая, ребята. Синяя, это большая редкость сейчас. Синяя же выпала, да? Или я что-то путаю? Нет, я, наверное, путаю, ребята. Не синяя, зеленая выпала, да? Зеленая, конечно же. И это была... Какая же это была броня-то? Вот эта, если не ошибаюсь. Так, 12761. Ну-ка, давайте глянем. У меня магия. Так, здесь 70-й, 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 70-й. Ну, а я ничего не могу поставить. Так, здесь что? Нет. Погоди-ка. Погоди-ка секундочку. Где-где-где магическая броня? Вот, да? Нет, не это. Вот это было. Нет, нет, нет. Конечно, для него она слабенькая. И здесь, наверное, тоже. Да, но, тем не менее, для какого-нибудь другого мага она вполне бы сгодилась. Так, и остается у нас, ребята, синий сундук. Давайте его вскрывать и посмотрим, что нам выпадет с него. И выпадает топор дешево и надежно на дровосека. Да, конечно, не этого я хотел, но что ж поделаешь. Такова судьба. И у нас, ребята, еще 151 тысяча яблок. Можно немножечко даже кого-нибудь попробовать побить. Выбираются, ребята, игроки, желательно такие, чтобы были по мощам послабже тебя, ну и желательно при деньгах. При деньгах и при ресурсах, потому что иначе невыгодно их бомбить. Почему? Сейчас объясню. Есть такая штука, которая называется репутация. Это вот она. Вот эти вот кубки, это репутация. Чем выше у вас будет репутация, тем серьезней соперник вам будет встречаться в дальнейшем. Так, давайте глянем. Ну, вот смотрите, 153. Давайте попробуем. Единственное преимущество наше в нападении на замок, что мы можем использовать магию в отличие от обороняющихся. Они ничего не могут делать, но зато у них есть, как вы знаете, вот эти вот катапульты, кракены, в общем, вся вот эта вспомогательная лабуда, которая может быть иногда им помочь. Ну, в данный момент, естественно, она не помогла. Как бы, в принципе, ребят, на этом можно объяснения какие-то закончить. Что вам еще рассказать, я не знаю, вы уже пишите или смотрите ролики других игроков, более каких-то раскачанных, я не знаю. По крайней мере, все, что я знал, я вам рассказал. Ух, так, ну что, ребят, давайте, наверное, тогда я на этом буду завершать свой выпуск, потому что игроков у нас достаточно хороших нет, хотя есть еще один. Давайте мы добавим себе магию, глянем, что он из себя представляет. Так, ну-ка, разведочку сделаем. Ну, его можно разбомбить, как говорится, на дорожку. Хотя, мне сейчас, честно говоря, деньги не актуальны, а ПВП очки мне не нужны, по большому счету. Ладно, сделаем, давайте еще один бой. Тем более, у него довольно неплохо, 300 кусков там завалялось. Так что, да, я хочу, у меня не полностью увеличенный отряд, отряд, но это мне не помешает его разбомбить, поверьте мне. Смотрите, что мы делаем, вот так применяем. Ну, в принципе, и все на этом. Падает воин, естественно, он резает, но это мало его, конечно, спасет. И дальше мы уже разбираем магов. Все, получаем 300 тысяч с него, ну, дерево и так далее и тому подобное. Ну, в общем, как-то так, ребят, делал эту серию, потому что мы просили, просили очень сильно нового выпуска Хастл. Я бы еще, конечно, долго, наверное, не решался снимать, пока что-нибудь грандиозное бы не вышло. Или, по крайней мере, что-нибудь великолепного, такого не получилось и не случилось. Ну, что ж, давайте тогда на этом буду завершать я свой такой коротенький обзорчик. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok